привет вас амигос очень часто в комментариях под своими видосами про armored warfare вижу такие комментарии следующего характера типа mail.ru все засрет донатом донат будут вытягивать просто во всем все будет за донат 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 играйте world of tanks там доната видимо нет ну давайте разберемся с этим вопросом поподробнее сразу горе никаких боев в этом видео не будет чисто вот финансовая политика двух компаний будет сравнена ну еще может местами будет упоминаться гайджин хотя они меня расстроили упоминать их не хочется так да начнем с того что сколько стоит премиум аккаунт world of war tanks 30 дней будем сравнить месяц да ну самый наиболее часто покупаемый премиум аккаунт две с половиной тысячи золота что равняется по местному курсу 550 рубасов запомнили что еще в этой игре вам предстоит покупать за золото вот вы но у меня танков уже до хрена поскольку я был задротом этой игры вложился в нее приличной суммой баблинского значит а вот вы пришли в игру у вас начали там 4 ангра слот в ангаре да по моему если память не изменяет там пара танков вы начинаете прокачивать покупаете следующий танк предыдущий вам продавать жалко ибо столько сил и времени в него вложено вы хотите купить себе там пятый танк или шестой и натыкать на то что вам не хватает слотов в ангаре вы крутите линейку слотов что увидите хопа купить слот 300 голды хорошо понятно вы покупаете слот покупаете танки обучайте там экипажи новые новые да ну со временем вам понадобятся новые экипажи потому что постоянно пересаживать их переобучать это геморрой на и вы натыкаетесь на то что вам нужно койко мест в казарме а то есть экипажей экипажу негде жить экипажу нужно место в казарме заходим опыт 300 золота за место в казарме окей хорошо допустим а да вот же смотрите простой пример хочу пересадить из тайп 61 экипаж допустим в тайп 5 чири жмем высадить в казарму вот я не могу просто нажать здесь и посадить сюда танкиста его надо здесь рекрутировать либо взять из казармы захожу высаживать казарму опа ошибка высадка члена экипажа в казарме недостаточно мест короче показать это не получится потому что я не побегу сейчас донатить варгеймингу за сраное место в казарме для для при пересадки танкиста из одной техники в другую он вам будет терять опыт вам предложат снова задонатить чтобы он этот самый свой опыт не потерял но донат необязательный хорошо донат как бы не обязательный но все-таки он есть допустим что на тайп 61 я захотел поменять оборудование вентилятор на что-нибудь другое нажимаем и видим два варианта уничтожить либо демонтировать отправить на склад жмем демонтируйте естественно что более логично и видим что для этого нам предлагают задонатить еще 10 голды но сумма небольшая в общем-то но тут важно другое тут как бы важно не то что сумма в 10 голды о том что это хитрость потому что снять это оборудование кроме как за голду невозможно с другой стороны вы можете купить и новое оборудование на новый танк тот же досылатель или там привода наводки все это стоит 500 тысяч серебра то есть вгонят вас серьезные убытки но и посчитайте что по мере прокачки танков начиная там не знаю уровня с 5 вы будете переустанавливать оборудование снимать его и ставить на новый танк до чтобы не тратить по полтора миллиона серебра но пока нету акции это будет вам очень дорого обходиться в итоге давайте теоретически посчитаем что с 5 по 10 уровень вы будете переустанавливать с танка на танк по 3 оборудования за каждую перестановку 10 золота на каждый танк по 3 умножаем в итоге получится что вы заплатите 750 золота к этому времени когда возьмете 10 танк и поставите на него оборудование и наконец мое самое любимое я думаю все всеми игроками это самое любимое это серба голда начата для того чтобы стрелять вот этими снарядами вам предложат либо заплатить за них баснословную сумму серебра что смотрите во сколько в четыре раза дороже чем обычный снаряд насколько я вижу либо опять-таки донатить голдой на эти самые снаряды то есть у вас выбор какой либо вы потратите сразу золото на этот снаряд либо вы начнете стрелять серебром и разоритесь и будете покупать премиум аккаунт и премиум танки чтобы фармить и того сколько пунктов доната в этой игре вы посчитали надеюсь посчитали перейдем в армату ну вот собственно armored warfare так как видите у меня нету здесь а лишних слотов пустых показываю показываю для самых неверующих вот первый паттон последний на счетом t72 а ничего ничего никаких лишних нету я жму на поставщика допустим на марата и допустим покупаю за бесплатно pt 76 слотов у меня нет я покупаю нажму вот это автоматически все делать херак все машинку появилось смотрите оп я на вот вот она первая то есть слот по крайней мере сейчас предоставляется для машины бесплатно как собственный гайджинах никакой казармы на хрен тут нету на каждый танк каждый танк перед тут вообще нельзя пересаживать экипаж он довольно быстро прокачивается поэтому каждый танк при приобретается уже с готовым экипажем пересаживать только командир танка он универсален а у на всех танках один это тоже значит ам да да пример еще допустим мне больше не нравится на вот этой машинке улучшенный кожух ствола повышающий время ускоряющий время перезарядки я хочу деинсталлировать я захожу жму убрать и выскакивает сообщение что в этом случае мне вернут половину потраченных на покупку денег то есть но склада здесь нет на любом танке так на премиуме на премиуме вот смотрите захожу пытаюсь продать опа смысле пытаюсь снять опа снова за кредиты вот покупка премиум аккаунта значит на премиум аккаунт здесь стоит месяц 2 185 за 500 рублей ровно вы можете купить две с половиной тысячи золота то есть 30 дней не 550 как у варгейминга ровно 500 рублей вы покупаете премиум аккаунт и у вас остается еще голда по поводу базы да наслушавшись вот этих вот знатоков каме коммерческий казалось о коммерческого развития игровых проектов ну наслушавшись того что они кричали что в mail.ru все будет на донате все будет донат я проанализировал думаю ну наверное знают о чем пишут распишут абсолютно практически все проанализировал думаю ну в чем тут может быть донат ну наверное вот 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 в этой базе вот я в одном из видео так сказал говорю что вот она наверное вот она площадка для доната играю около месяца подтверждаю никакого доната в этой базе нету но это вообще какая-то веселый фермер тут и донат и не нужен ничего особого никаких особых супер улучшений это все вам не даст вот поэтому в день 100 материалов причем если вы не заходили три дня материалы копятся заходите на четвертый день жмете получить получаете 400 материалов своих вот так вот все все очень классно сюда хотя может это атрибут премиум к премиум аккаунта я не знаю вот там на оставшееся золото значит что можно а вот в чем вот в чем на чем собственно mail.ru зарабатывать спросите вы если если у них никакого доната нету до снаряды до самой важной точно снаряды же сейчас нажмем обслуживание смотрим да даже давайте даже на посмотрим на какой танк из моих из последних на сегодняшний момент чтобы ничего мне никто не писал вот обслуживание смотрим убираем лучшие снаряды смотрим все снаряды стоят примерно одинаково никакой голды никаких ультра дорогих снарядов аля в четыре раза дороже здесь нету давайте на на т-72 даже не знаю птуры посмотрим сейчас день тут вот смотрим убираем галочку тур стоит практически наравне но чуть-чуть дороже но практически наравне с остальными снарядами причем много туров вы не запустите они то у них там очень большой кд то есть никакой голды здесь нет вот лишнее золото что диван то есть вот на чем на чем то есть зарабатывает армата да она активно продает премиум аккаунты активно развивает продажу премиум аккаунтов не потому что вас кредитов на игру не хватит я пока еще не дошел до того уровня где бы у меня танки в минуса уходили дело в том что здесь очень долгая прокачка танков то есть прокачивать танки сливами ботами без премиум аккаунта вы будете очень очень нереально долго вот для сравнения смотрите на восьмой уровень нужно сколько опыта накатать 540 тысяч опыта на предыдущей машине несмотря на то что с левелом танк начинает быстрее зарабатывать привозить больше опыта все равно эти цифры очень большие в отличие от картофельных танков здесь развитие прокачка оборудования прокачка вот этих оборудований и прокачка общая до следующей машины она раздельно вы не тратите опыт который копите на следующий танк на то чтобы поставить на эту машину допустим там какую-нибудь пушку или снаряды купить все раздельно это намного удобнее но все равно цифра очень очень огромная нужно там на следующий машины просто баснословно вот поэтому он приходится покупать премиум аккаунт вот это диск на что будете вы тратить деньги в этой игре плюс к тому же вы будете переводить свободный опыт тоже за голду но естественно если вы не школьник более-менее рабочий человек и не хотите выкачивать танк из стока своими собственными руками вот давайте что 270 тысяч опыта надо на 8 левел вот вы будете переводить опыт за золото и вот здесь еще одна одно преимущество арматы потому что это стоит просто намного дешевле чем у конкурентов вот за сколько за 100 золота 100 золота но это копейки какие-то да я могу перевести 12 с половиной тысяч опыта свободный из вот этого всего лишь за 100 золота 12 с половиной тысяч для сравнения давайте посмотрим сколько я смогу перевести опыта в картохе никогда этого не делал перевод опыта за голду никогда не существовал обратите внимание давайте вот ровно 50 золота в виду на эти деньги я могу перевести безумное количество аж 1250 опыта то есть за 100 голды если у меня было сотни я бы перевел сколько две с половиной тысячи опыта две с половиной тысячи опыта против двенадцати тысяч блин вармарт warfare после этого любые разговоры о том что mail.ru в проекте армата будет вымучивать донатом то есть вымучивать игрой из вас донат несостоятельны полный бред полная херня и кстати говоря если уж там долгая прокачка без премиум аккаунта вы можете войнить по этому поводу то здесь картошки гарантирую что после восьмого левела а сейчас мне уже в коментах пишут что после седьмого ваши танки без премиум аккаунта будут впадать дичайшие убытки вы даже победные бои у вас становятся убыточными особенно если вы играете на голде особенно если вы играете не очень хорошо то есть на ремонте на снарядах танки на вас начинают разорять и вы либо будете фармить на пятерках либо вбиваться в премиум аккаунт покупать премиум танки поэтому давайте теперь трезво подумаем какому из проектов мы присвоим белоголубое знамя израиля по донату а какой проект все-таки менее жадный на этом собственно все а